здравствуйте 203 по моему выпуска 203 выпуска студенческой иммиграции в австралию опять таки повторю то что написано на майке первое это обучение обучение это я то есть весь проект рамзес был заточен под то чтобы мы обучали людей в австралии и делали это не столько для того чтобы нажиться и сделать на как бизнес а столько скорее для того чтобы не дать другим наживаться на нас как это сделали на нас другие скажем так вторая строчка иммиграция иммиграция обозначает что мы не занимаемся политкорректностью нехитрим мы прекрасно понимаем что стоит частенько за вашим интересом к австралии я не только говорю об обучении пишут люди совершенно по другим причинам но мы прекрасно понимаем что многим из вас или хотя бы половине нужна иммиграция у нас есть на сайте вы можете посмотреть евгений киселев ссылка не на его сайт а ссылка на сайт мара от регистратор регистрационное агентство всех этих миграционных агентов том числе евгений киселёв чья профессиональная так обязанность помогать другим надеюсь он это делает за достаточно скромные гонорары мара это часть департамента иммиграции с позапрошлого по моему года поэтому это вот все имеет право на существование потому что каждый день я получаю по нескольку вопросов люди смотрят эти фотографии в этой майке люди видят видео и говорят а ты не имеешь права я имею право еще как имею право и моральное и юридическое так что так примите это сведения следующий вопрос вопрос который стерзает умы очень многих людей это интервью про интервью говорилось много про интервью говорилось больше чем достаточно смотрите видеоролики читайте статьи разговаривайте с людьми которые уже здесь которые прошли через интервью и вам станет все предельно ясно не надо копировать как попугая других главное вам понять то что ты движет вами на самом деле кто должно вами двигать и что понравится в общем-то департамент иммигранции что движет работниками посольства в данном случае они выступают как проводники политики департамента иммиграции гражданства австралии вы должны быть в себе уверены вы должны понимать с кем и с чем вы имеете дело для чего это все делается и обретя эту уверенность вы в общем-то пройдете интервью я не говорю о тех людях которые как постоянно мне вот особенно с узбекистана приходят письма люди абсолютно не понимают о чем идет речь люди абсолютно не нужны в этой стране люди которые я не говорю про всех узбеков у меня двое прекрасных ребят то есть я могу вам сказать что сахип и мурат это одни из лучших моих студентов это прекрасные ребята но на них двоих еще может быть двух ребят которые сейчас будут подаваться вот на обучение эти ребята по всей видимости один продлит визу продолжат обучение другой поедет домой как мы и договаривались и приедут еще двое ребят то есть это вот своего рода группа порядочных честных умных ребят но десятки если не сотни пишут абсолютно людей которые которые я просто не понимаю откуда у них взялась эта идея вообще приехать австралию они вообще не понимают о чем идет речь более того несколько человек повели себя совершенно неадекватно на вполне резонную просьбу предоставить финансовые документы и показать что они действительности нормальные студенты мне же нельзя краснеть в конце концов перед посольством люди сбились на оскорбление начали говорить что русских притесняют в узбекистане елки-палки я тоже русский человек я жил в узбекистане я не знаю кто кого там притесняет в россии русских притесняют гораздо больше чем в узбекистане сведений такое начинается совершенно глупость если люди думают что каким-то перепалками я их выведу на визу беженства они глубоко ошибаются приличных оскорблениях я могу вывести на контакт с посольством австралии в москве они будут выглядеть очень бледно в принципе есть возможности разговаривать и с министерством безопасности из узбекистана крайней мере наши ребята узбеки имеют там родственников и знакомых и и не хотят позволить в принципе свой народ и не позволит это делать другим поэтому этих людей мы оставляем за скобками но очень многие все-таки просят объяснить или по крайней мере повторить некоторые моменты интервью что я хотел бы скажем так сделать я хотел бы вам выразить там так от вашего лица те вещи которые вы вполне можете говорить посольству ибо это или правда или для кого-то это правда понимаете вас могут спросить зачем вы едете в австралию человеку вообще свойственно развиваться большинство из вас имеет высшее образование большинство из вас люди молодые сейчас идет нравится это кому-то или нет мне это не нравится но к сожалению идет глобализация чтобы зарабатывать приличные деньги надо во-первых не жить в мухосранске и во-вторых не работать в мухосранске а если все таки жить и работать в мухосранске то на транснациональной компании и в этих компаниях при всей их многокультурности делопроизводство и образ бизнес мышления формируется англосаксонским менеджментом путем ведения бизнеса вы даже если вы получаете образование в областях медицинской психологии информационных технологий архитектуры и строительства инженерии преподавания в любом случае у вас будут предметы потому что это высшее образование зачастую это магистратура у вас будут предметы которые делают из вас лидеров менеджеров управленцев администраторов и соответственно только с этими знаниями вы способны достичь самого высокого уровня в своих отраслях при этом говорят допустим почему вы инженеры вы едете на магистратуру бухгалтерии ну извините какой смысл инженеру который пять лет отучился в далеко не самой глупой стране она может быть глупая потому что не умеет жить в плане оборудования россия украина беларусь узбекистан казахстан еще далеко не самые плохие страны а может быть одни из лучших по крайней мере лучших план какой смысл человеку который получил это образование и собирается жить и работать в своей стране какой ему смысл получать образование в этой же области в Австралии ну поймите правильно человек инженер вот у нас сейчас допустим инженеры нефтяники несколько человек ну какой смысл ему делать им делать магистратуру инженерии да он уже нормальный инженер у него опыт есть ему надо экономические знания ему надо лидером становиться лидером не в российской не в российской компании международной надо уметь работать с людьми они которых тебе дают эти люди далеко не русские по менталитету поймите если вы выпускник русского экономического вуза и русского инженерного вуза вы никакой менеджер для западной компании потому что там будут работать китайцы и индусы там будут работать европейцы и вполне возможно они будут работать под вашим руководством и те методы управления которым вы привыкли в россии приведут к краху и стотысячным если не миллионным убыткам компаний уволив или накричав на одного из менеджеров что в общем то не в диковинку в россии вы получите миллионные может быть иски ваша компания вас конечно выкинут извиняюсь сраной метлу из компании больше вы никогда уже не будете работать нигде в приличном бизнесе потому что слухом и земля пользуется но компания понесет убытки поэтому если вы хотите донять хорошее место под солнцем в той же самой россии жить в москве и получать 10-15 тысяч долларов в месяц либо вы должны иметь обалденно мохнатые руки тогда вы не будете смотреть никакую эмиграцию там студенческую, не студенческую и вообще вы не будете эти видеоролики даже смотреть и с другой стороны если вы смотрите эти ролики то вы должны понимать что вот именно западное образование именно оно вам и нужно и вы должны вот именно так уверенно разговаривать с работниками посольства потому что так оно и есть не имеет никакого смысла получать высочайшее инженерное образование на такое же инженерное образование российское чтобы работать в России чтобы работать в России достаточно российского образования именно оно наиболее подходящее для России но для транснациональных компаний Нужно не российское образование, и желательно, или айтишное, или еще более экономический блок, именно западный. Поэтому приблизительно так вы можете отвечать на вопрос. Примите к сведению, что работники департамента иммиграции являются работниками департамента иностранных дел. Если хотите, это своего рода работники спецслужб. Поверьте мне, офицеры посольства, по крайней мере, часть из них, психологически гораздо сильнее вас. Это люди с очень сильными нервами, это люди, на которых не может быть оказано никакое давление. Можно их к совести призывать, можно призывать к диалогу и вести этот диалог, но запугать и надавить их невозможно. Тем более вам. Вы вообще никаких прав особенных не имеете и не будете иметь, пока не станете гражданами этой страны. Тогда, может быть, с вами будут разговаривать на рамках. Пока что вы из страны риска, из зоны риска. И поэтому этот жесткий разговор, который изредка, но все-таки применяется к вам, он имеет право на существование. И не стоит жаловаться на это и гасить некоторую агрессивность. Вы можете уверенностью и корректностью. Не стоит тушеваться, не стоит долго задумываться над ответами. Не стоит потренироваться вообще-то над теми ответами, которые вы планируете делать. То есть, отвечая на какие-то вопросы, которые вы считаете достаточно узким местом. Пожалуйста, потренируйтесь. Это как презентация. Вы презентуете себя. Поэтому будьте готовы к разговору и жесткому, и мягкому. Мягкий разговор он тоже, понимаете ли, убаюкивающий. Но ту информацию, которую вы можете сказать по глупости, которая может быть даже и неправдой. Вы это добавили для красного словца. Она, эта информация потом будет записана. И самый добрый и нежный разговор может закончиться отказом. Причем вы будете локти на себе кусать, потому что вы сказали глупость. Вас могут спросить об отношениях с тем же самым Петровым. Да, Петров образовательный агент. Помогает ли он вам в иммиграционных вопросах, в том числе и в визе? Скажите, кто из вас вообще отсылал мне 157-ю форму на заполнение? Я этого не помню. Года три уже как. Все люди достаточно квалифицированы, грамотные. Люди обмениваются информацией, смотрят на сайте департамента иммиграции. Люди знают, как заполнять документы. Если что, они спрашивают, получают информацию. Вы сами все делаете. Поймите, если вам кто-то что-то помог, если кто-то помог в переписке, это не является никакой иммиграционной помощью. Может быть, вы можете сказать, да, я человек, который обеспечил вам психологическую поддержку. Я человек, который рассказал вам, что и как делать в плане того, где найти информацию. Который объяснил вам о жизни в этой Австралии. Который помог вам людей, которые вам дали этих знаний, вагоны, маленькую тележку. Вот основная моя задача. Ну, так оно и есть. Да, я обрадовательный агент. Да, я фактически даю вам один университет и одну обрадовательную группу. Но какие? Во-первых, по количеству предлагаемых специальностей. Университет Центрального Квинсоу. Это наиболее заточенный как раз тут иностранного студента. Он специально сделан для этого? Или, по крайней мере, стал таким. Это номер один выпускник иностранных студентов. Иностранные студенты не дураки. Если они едут в этот университет, значит, они понимают, почему едут. Значит, это уже индикатор того, что это лучший для вас университет. Иначе бы сюда просто не ехали. Сарафанное радио работает и в Индии, и в Китае, и во Вьетнаме, везде. Все очень просто. Если вас спрашивают, почему вы выбрали университет Центрального Квинсоуа. Во-первых, потому что это Австралия. Сюда приехать, ну, скажем так, дороговато. Ну, может быть, там на 800 долларов дороже, чем на 1000, чем в Великобритании. Ну, почти то же самое. Ну, пускай, ладно, на 500 дороже, чем в Соединенных Штатах. Но когда вы здесь живете год, три, пять лет, когда вы учитесь на серьезных университетских специальностях, где как минимум 2-3 года вы должны отучиться, стоимость проживания более дешевая в Австралии, чем в Европе и в Северной Америке, она срехло все перекрывает. На одну неделю, пробутую вами здесь, вы тратите гораздо меньше в итоге, чем вы тратите на поездку, на учебу в Великобританию или в США. Да, при том, что практически то же самое качество и стиль, и методы преподавания. То же самое образование. Поэтому Австралия, естественно, Австралия, университет. Вот читайте Michael Knight Report. Естественно, люди едут сюда получить знания английского языка и, или, но обычно и, в любом случае и, университетское образование. Вы можете, в принципе, остановиться на английском языке и уехать домой, но здесь все просто. Что тут объяснять? Английский язык в Австралии, наверное, лучше учить, чем английский язык, который преподает несчастная, выбивающаяся из финансовой колеи, учительница, выпускница какого-то махостранского прединститута. И даже если этот человек закончил курсы ТСО в той же самой Австралии, если этот человек образован, достаточно хорошо знает английский, но поймите, вы не живете с этим человеком, вы видите его несколько часов в неделю, а здесь вы живете в этой стране. Естественно, получение таких знаний, с одновременным применением этих знаний английского языка, гораздо намного, гораздо более эффективнее, чем обучение в России. Вы живете в этой среде, и вы учите язык в разы быстрее, в разы лучше. Через два года пребывания здесь, не больно таки, может быть, и узнав английский язык, в своем городе Волжском, я, в общем-то, не встретил ни одного преподавателя, который знал бы английский язык на том же уровне. И не потому, что я так очень эффективно учился, просто я прожил два-три года. В действительности я учил английский язык, наверное, хорошо его учил, но два-три года жизни добавили такой, как говорится, бонус, что я знал английский язык и знаю его лучше, чем многие преподаватели в моем городе, а ведь они преподают этот язык студентам. Так что в сфере английского языка тут тоже можно все объяснить. Поймите, что если вы дадите сертификат о том, что вы закончили EAP, IELTS, 48 недель английского языка в Австралии, на многие работы в России для вас широко откроется дверь, потому что эти сертификаты подтверждают, не голословно, именно подтверждают, что your English, both written and verbal, spoken, is fluent, both native. Ваш английский язык и тем, которым вы говорите, которые пишете, понятие, это архиважно для многих, потому что в той же самой, опять-таки вернемся, транснациональной компании, вы должны по телефону быстро объяснить человеку все, что надо. Работая по интернету, заказчиками, которые могут находиться в Ирландии, в Бразилии, в Нигерии, вы должны объяснить человеку дотошно и кратко, что ему требуется делать, или что вы от него хотите. Если вы не обладаете таким английским языком, если у вас нет привычки писать такие письма, если у вас нет опыта жизни в англоязычной стране, вам будет достаточно трудно работать в компании, а соответственно компания знает, а вас не возьмет. Этот сертификат имеет огромную ценность, что бы мы, как говорится, на эту тему не говорили. Что касается университетского образования, как я уже сказал, для многих иностранных компаний, особенно транснациональных компаний, архиважно, чтобы у вас была магистратура, именно магистратура, потому что это высшая степень образования, при том, что бакалавриат как фундамент, скажем так, база специальных знаний. Очень даже хорошо, что она у вас, допустим, российская, украинская, белорусская. Это фундамент. Он держит знания, держит здание ваших знаний. Но живете вы не в подвале, живете вы в меншинге, живете вы в самом здании. Поэтому в основном знания, которые вы получаете в IT, менеджменты, психологии, во всех тех дисциплинах, ради которых в медицине, ради которых вы сюда едете, вот эти знания, которые вы получаете из астралии, они очень важны, потому что они уже смесь знаний специальных и знаний ведения бизнеса, знаний вообще, как жить, работать в обществе многокультурно. Поэтому, естественно, вот это университетское образование, оно должно получаться в Австралии, люди должны хотеть. И, в общем-то, согласно Michael Knight Report, пониманием относится правительство Австралии, к тому, что вы хотите учиться в Австралии. Вопросы о том, почему пакет, почему вы берете английский и берете его, допустим, на год, а не берете, скажем, только английский. Во-первых, этот год вам даст подготовиться вне зависимости от того, какой у вас уровень. Я согласен, если у вас там уровень 7 и выше, или хотя бы 6, то, может быть, имеет смысл максимально сократить курсы английского языка. Но если у вас даже пятерка, ребята, поймите правильно, и объясните это посольским работникам, у вас не будет скидки на то, что вы иностранцы. Вполне возможно, вы приедете в кампус, и в группе у вас будет много австралийцев, много индийцев, а у них английский второй родной. Много китайцев, которые учились, может быть, до этого в Гонконге. Это люди, которые очень хорошо говорят по-английски, и в то же время приехали из индустриальных стран. Это люди, которые не понаслышке знают об этом образовании. А вам предстоит стать лидерами в своих группах, в своих классах, в своем университете, в своей стране, то есть в Австралии, где вы учитесь. У вас не будет скидок. И за этот год вы не просто должны поднять уровень английского языка до очень высокого. за этот год вы должны максимально приблизиться к обучению в университете. Вы будете его посещать, может быть, еженедельно, хотите, ежедневно. Вы установите контакты с преподавателем, вы установите контакты со студентами. Вы предварительно уже пройдете этот курс, чтобы, когда вы начнете его, все было без дураков, чтобы вы в действительности с самого начала, с самых первых предметов вы выбились в лидеры. Это архиважно. Ведь поймите, мы живем не в вакууме. Если вы висите, как Катя, допустим, висит на доске почета университета, это говорит о том, что она просто может этим будущим козырять. Ну, представим себе гипотетический такой момент. Катя возвращается в Белоруссию и находит, и пытается найти работу британской компании. Катя, конечно, даст свое, свой диплом, все остальные документы, она даст на рассмотрение. Ну, и просто достаточно показать фотографию со стены почета в австралийском университете, чтобы поставить все точки на дыр. И ее возьмут на работу. И это будет минимум 10 тысяч долларов. Месяц. Вот цена вашего успеха в учебе. Не надо копировать поведение этих бедных индусов, которые не имеют, зачастую, ни гроша, денег, приезжают сюда, заняв эти деньги, работают как роботы во всех этих Макдональдсах, спят на занятиях, спят на работе, вечно ненавидимы и игнорируемые общества, кое-как сдающие все на тройке. Да кому они нужны, как работники? Едет в свою Индию, ну и там, конечно, выпендривается перед такими же, как он, может быть. Или кое-как со скрипом здесь остается, но так он всю жизнь не будет на вторых ролях. Вы же едете сюда для того, чтобы стать элитой этого общества. Вы, ваши дети. И вот для этого вам нужен год английского языка. Фоундейшн может быть, но фоундейшн дорогой. И фоундейшн не дает вам особо ничего. В действительности вы проходите какие-то там 8 предметов, по 1000 долларов за них платите. Или 10, я не знаю, сколько сумма, но до 10 тысяч долларов, предположим. Но то же самое вам даст общение с преподавателями и студентами. То же самое вам даст вам дадут те десятки тысяч статей, которые я уже как говорится для вас сделал и разослал вам на почтовые ящики, кто их получает. Читайте их. Это знание достаточное для того, чтобы по многим отраслям знаний получить БХД, по многим специальностям. Это огромные знания. За год английского языка вы их получите. Если же вы приедете сюда со средней шестеркой, шестеркой в райтинге, а то и пять с половиной, как-то вы начнете сразу заниматься. С пять с половиной в райтинге все ваши курсовые работы будут выглядеть смешно. никто из вас не то что на хай дистинкшн, на кредит тянуть не будет. Ну ладно, где-то вы там на этого кредита и вытянете. Кому нужны такие работники, такие середички? Вы отдадите огромные деньги на высшее образование, но вы станете никчемным специалистом. Есть исключения, но они подтверждают правила. Вот поэтому, когда вас просят, почему такой большой курс английского языка, вы можете все это объяснить. Потому что здесь их люди готовы и желающие вам помочь. Здесь есть преподаватели, здесь есть менеджеры, здесь есть я, здесь есть десятки студентов, которые в рамках этого проекта вам готовы помогать. Безвозмездно, бескорыстно. Что стоит год английского? На данный момент 7200 за 48 недель и 200 нероймент фе 7400. В принципе, это меньше стоимости полугодия университета, но вы получаете год, за который вы подготовитесь так к предмету, предметам, что при желании вы можете все сдавать на high distinction. У вас будет прекрасный язык, у вас будут прекрасные связи. Вы сможете быть лучшими и оставаться лучшими до конца своей жизни. Это даст уверенность вам в себе. Еще немаловажный факт, что ну все в жизни меняется. Предположим, в течение года вы решили, что нет, высшее образование не для вас. Или в действительности у вас поднялся английский так, что вы готовы приехать на родину и работать за те же 5-6-7, тысяч долларов в месяц, не отрываясь ни от семьи, ни от родственников, ни от знакомых, отдавая, в общем-то, своей родине то, что может ей отдать. В этом случае вы теряете всего лишь тысячу налоговых, может быть, что-то на медстраховке. Максимум две тысячи вы потеряете. Приедите домой после года английского. если вы сразу начнете университет, потеряете гораздо больше, вы потеряете надежду, ничего не обретете, потому что английский точно вам даст лучше английский. Что вам даст неудачные полгода год университета, я не знаю. Поэтому даже в этом плане, конечно, год английского языка это очень хорошая вещь. Что касается опять-таки вернемся ко мне и вернемся к тому, что вас могут спросить по возможностям трудоустройства. Не надо мне заниматься вашим трудоустройством уже. Не то, что я не хочу для вас это делать. Мне не надо это делать. У нас есть фуру. На этом фуру есть десятки людей, которые найдут вас и вы их найдете. Если вам нужна работа, вы найдете такую работу. и столько, сколько вы захотите, сколько вам можно работать, сколько вам работодателей дадут. У вас будут другие студенты, которые тоже вам помогут, и вы им поможете. И поэтому они помогут вам, что вы им потом поможете тоже. Это поддержка. Поэтому если вам будут объяснять посольствие, что я в действительности кому-то что-то помогаю, толкаю, вы можете работать будете нелегально, много что. Не буду я делать так, чтобы вы работали нелегально. Не буду делать хотя бы потому, что не дай бог что-то с вами случится. Ответственность на мне. Я образовательный агент. Если же вы работаете лишние часы, ну, во-первых, как я это могу контролировать? ха. Наверное, был бы счастливым и очень богатым человеком, если я по мгновению руки мог бы дать человеку 40-50 часов в неделю. Это утопия. Больше, чем 20 часов, по крайней мере, большинство из вас не захотят и не смогут работать, а я не смогу. Я даже не буду этого делать. Я не тем должен заниматься. в конце концов, это меня кормит не трудоустройство ваше. Даже если мне сейчас позвонит какой-нибудь Дима и скажет слушай, найди мне двух маляров завтра на работу, просто завтра выйти. Я на это потрачу полтора часа. Зачем мне полтора часа тратить на это? При этом вы думаете я от этого что-то выиграю? Нет. Найдя двум человекам работу, я еще пять-шесть человек может быть оставлю недовольными, чтобы позвонил этим двоим, а не им. А эти двое еще скажут да, работа-то была хреновая. Я ничего не выиграю. Поэтому просто с точки зрения здравого смысла не стоит подаваться допустим на какие-то может быть провокации и говорить о том что я занимаюсь трудоустройством занимаюсь иммиграцией это не моя прерогатива мне это не надо я на этом деньги не зарабатываю если это людям помогает есть те кто этим занимается и иммиграция тоже самое киселек и трудоустройство это десятки людей которые вас находят и вы находите их база данных всех этих телефонов у любого из наших ребят я порой не знаю где вы работаете я порой полгода не знаю что происходит с моими студентами если знаешь да они нормально ходят на занятия мне все хорошо где-то наверное подрабатывают все это самое лучшее когда я вас не слышу обычно вы обращаетесь ко мне когда вам нужна помощь если она вам не нужна ну и слава богу вы есть самое лучшее проявление проекта Рамзес потому что вы самодостаточны вы прекрасно миграционно подготовлены в плане образования вам уже не нужна помощь вы друг другу сами помогаете ребята поэтому вы можете гордо отвечать на все эти вопросы говорить в общем-то правду когда будет интервью пожалуйста всегда думайте о том что ваша основная цель обучения понимаете иногда люди начинают говорить про бизнес сердечные отношения вы едете на студенческую визу какая у вас цель получение образования какого образования смотрите вы куда едете вообще мы же не индусы которые которых спрашивают воспитали тебе да я в госпитале хочу работать его заворачивать обратно на границе потому что он совершенно не студент но вы же умные люди что у вас написано курсы английского языка вы отдаете 7400 плюс 490 за медстраховку 7890 для чего выучить язык прочитайте вообще 570 виза для чего вы едете в университет для чего для чего чтобы получить высшее образование какое какая у вас профессия мастеров информационных технологий допустим а если вы информационные технологии едете изучать говорите для чего вы это делаете куда почему этот вуз почему университет центрального креста просто а цена за качество полтора раза ниже чем в других университетах те же самые учителя конечно можно говорить юниорс, юниорс, юниорс а чем они отличаются в высшем образовании у нас все работы casual 4 часа здесь 6 часов там 8 часов там 2 часа проверка страсти здесь все все это люди как варяги наемники сегодня в одном университете читают завтра в другом завтра в третьем получают свои 180 долларов приблизительно в час практически без вилки то есть все одинаково платят сегодня Чарльз Тюрт за 180 преподает а завтра в юниорс Сидней за те же 180 и рад этому и его качество преподавания не меняется от того даже если он сейчас вот здесь выйдет на площадь начнет свои лекции читать бомжам будет такое же качество преподавания а в остальном все зависит от университета центрального Куинсона допустим выход у него в библиотеку юниорс то же самое все как ты учишься в университете юниорс так ты учишься в СКЮ какая разница да у ЮТС свой выход но вообще это библиотека то же самое книги те же самые учебные посуды подаватели те же самые все зависит от вас и поверьте мне выделиться и получить кураж и желание учиться и хорошо учиться в университете где может быть студенты не дорабатывают где вы будете лидером гораздо приятнее полезнее и дает вам больше возможностей чем тех же самых топовых университетов потому что качество образования будет одинаковое цена даже не говорю об этом два-три раза будет дешевле но как люди которые собираются быть лидерами в этой стране вы должны быть лидерами в своих группах и классах очень трудно выделиться там где у одного папаша министр у другого брат депутат федерального парламента у третьего в пяти поколениях профсоюзные лидеры которые от них не бедно живут у четвертого фирма с 10-20-30 миллионами оборотов в месяц они просто вас игнорируют они никогда не примут вашего лидерства и соответственно вы этому не научитесь потому что чтобы быть лидером научиться надо им быть и если вам это не позволено делать по каким-то объективным обстоятельствам значит вы не сможете и вы не сможете отточить свои свойства лидерства соответственно даже в этом плане СИКИЮ по крайней мере не хуже других университетов все эти рейтинги они покупаются я согласен в каком-то плане академические работы они все-таки ведутся в топовых университетах побольше академическая наука чем СИКИЮ или в половине других университетов ниже ранга но в остальном особенно что касается студентов иностранцев практически все одно и то же качество обучения будет практически одно и то же но цена и тот уровень скажем так удовлетворения которое вы получите в СИКИЮ выше и вы очень хорошо можете это объяснить посольскому офицеру и опять кто вас в юнивере в СИКИЮ кто вас в аду никого у вас там нет никто вам там не будет помогать даже те крутые ребята которые там русские учатся вряд ли они будут вам помогать плевать они на вас хотели они на вас в России плевать хотели они хотели плевать на вас и в Австралии у них денег столько сколько вы даже не думали мечта у многих здесь есть мы любой ваш вопрос будет решаться любая помощь будет оказываться еще до того как вы сюда приедете мы будем организовать встречи с менеджментом преподавателем со студентами вы будете иметь доступ в библиотеке к материалам вы подготовитесь ничего подобного в других университетах не будет я отрабатываю свои комиссионы кстати с университета их еще не получал никогда но наверное я получу и я их отрабатываю и отрабатываю очень хорошо те компании с кем вы едете в эти так называемые репетит иммигресситы они вам ничего никогда просто так не окажут никакой вообще поддержки все эти агитки о том как хорошо у нас на хелсгепах ой как хорошо у нас инженеры это всего лишь агитация это просто залезть вам в карман реальной помощи нету ни-ка-кой извините меня если вы приходите в какой-то там иркутский офис какой-нибудь компании ну кто вам там может помочь откуда они вообще знают про образование и жизнь в Австралии это же какие-то дети там сидят люди которые сюда приезжают только по пьянствовать ну им дадут эти буклетики ну и поехали они обратно ну на море покупали все вот и все их знания вот все их знания Австралии или они пойдут вот туда на рынок китайский сувениров по 2 доллара за 10 штук наберут вот и раздадут себе понавесить этих флажков австралийских кенгуру коал в офисе и все это не помощь это даже не завлекуха настоящая если хотите завлекуха это то что делаю я вот это в действительности нормальное привлечение людей потому что это по-честному делается привлечь набитым задницу соломой медвежонкам кала людей в Австралии уже невозможно мы не папуасы нас стеклянными бусами не привлечем нам нужна реальная помощь и эта помощь вам здесь оказывается в Секию мной и моими друзьями другими студентами и преподавателем и менеджером и об этом вы можете смело сказать Ави Чун сколько она сделала Тони Эго сколько они сделали Даша Кондрашов сколько эти люди для вас сделали Любовь Дэниел Дэниел Блуз Неда Моррис мои студенты напрямую разговаривают с владельцами колледжей и образовательных групп с топ-менеджерами университета и те задумываются о том что вы говорите студенты говорят и просто смешно думать о том что вы когда-нибудь в другом университете или образовательной группе дойдете до этого уровня да никогда вы всего лишь источник для получения прибыли и не более того и слушать вас никто не собирается жаль конечно напрасно они от этого в будущем пострадают но они об этом сейчас не думают вот это посольским работникам вы тоже можете объяснить Секию действительность и он просто объективно лучше вот для вас лично для ваших целей он лучше он может стоять в рейтинге ниже чем университет технологический университет Квинсленда и что? но ваши перспективы Секию выше вот выше и все выше чем в Маквори при этом те деньги которые вы не потратите избыточные на тот же самый Маквори пойдут на ваше более лучшее более углубленное изучение может быть на то чтобы сделать докторскую диссертацию а почему бы и нет мы далеко не глупый народ у нас были Ломоносовы и Манделеев у нас Каспаров был у всех нас 5 или 16 Ленин у нас был у всех у нас тоже совсем даже не плохо хотя злой человек и Сталин у нас был которого знает весь мир первого космонавта мы тоже запускали они американцы и даже собака первая была русская советская запрещенная поэтому естественно мы планируем занять высокое место в обществе а не едем ради того чтобы получить корочки Секию не для этого Секию для того чтобы сделать из вас элиту российского общества откуда вы приехали или этого общества ну политкорректности ради давайте говорить что общество российское уж коли мы считаем что все вы вернетесь обратно или почти все или по крайней мере так должны считать и вы об этом можете твердо и спокойно разговаривать с посольством опять таки вопрос почему вы оставляете семью да в действительности без семьи плохо кто вам запрещает потом подать 919 форму и привезти семью если вы едете в магистратуру никто никто не запрещает может быть и привезете но не сейчас предположим первые месяцы для вас вот тяжело первые месяцы человеку одному легче бороться особенно если это мужчина да и женщина тоже а потом можно привезти семью опять таки никто не запрещает поэтому подозревать человека в том что он лукавит едет один не стоит для этого есть огромное основание почему едете на 570 а не сразу на пакет потому что эта виза дает возможность осмотреться а может вам не нужно высшее образование оно вам нужно сейчас вы посмотрели может быть нет почему едете на пакет а не на 570 а потому что зачем дважды подаваться на визу можно ехать с семьей а можно браться пакет будет браться пакет но ехать одному семью потом поймите есть много вариантов с одной стороны вопрос конечно тоже хотел обсудить но уже не в рамках этого ролика и все таки не следует от меня ждать точного совета даже если я уверен что я знаю ответ и объясню почему вы понимаете я не могу решать за вас то ли вам вести семью то ли нет есть плюсы есть минусы сразу скажем так приезжать и в бедную семью с маленькими быть детьми на новом месте обустраивать большие деньги нервы это для ребенка стресс может быть вот это один фактор другой фактор это тот что опять таки люди супруги друг без друга тоже плохо без детей эмоциональная поддержка нарушается это уже другая сторона медали я не могу вам давать совет потому что конечно понятно что с одной стороны я глубоко и искренне уверен что чем больше у вас будет английский язык перед обучением в магистратуре тем легче вам будет учиться но с другой стороны вы всегда можете мне ткнуть в лицо то что я зарабатываю больше денег если беру для вас больше пакет английского языка я не хочу чтобы вы так обо мне думали потому что ваше расположение ваше сарафанное радио которыми я побеждаю всех своих конкурентов оно для меня гораздо важнее чем я заработаю на вас тысячу долларов или полторы тысячи долларов или пятьсот долларов или две тысячи долларов потому что это принесет десятки других людей если же я буду под подозрением что я как говорится грубо говоря крысятничаю это это лишит меня всего я не могу как студент интернешнл или инглишфюрс тратить сотни тысяч долларов на маркете я могу брать только честностью и порядочностью и больше ничем я могу брать вами и ваша поддержка для меня в общем-то самое главное а не деньги которые я получаю с вас я их в любом случае получаю но лучше я получу меньше но буду где подозрение поэтому вы когда спрашиваете меня о том какой курс английского языка брать всегда понимаете что да я могу быть за больший английский но я не могу вам это озвучивать или не могу вас к этому подталкивать если нету каких-то железных долгов а железные долги в общем-то есть поймите если вы не будете успевать то вы будете заваливать предметы пересдавать их попадать на огромные деньги будете тратить время нервы и в итоге проклянете все в том числе и меня невыгодно даже в этом плане и вам для этого это тоже выгодно чтобы был побольше английский и в то же время всегда думайте что я не могу свою искренность ставить под сомнение и если есть такое сомнение я лучше уйду от дачи вам правильного совета и скажу it's up to you делайте что хотите лишь бы потом мой имидж не пострадал потому что если вы заподозрите меня в непорядочности если вы это распространите среди людей для меня это будет очень плохо и об этом вы тоже можете сказать на интервью кстати поймите я не могу быть неискренней потому что больше ничего у меня не остается мой бизнес если хотите весь проект на этом и построен и то же самое я делаю с политиками то же самое я делаю с руководством учебных заведений то же самое я строю с департаментом иммиграции такие же отношения и с посольством и они мне кажется они начинают это чувство поэтому я не призываю вас к полной может быть открытости с посольством это ваше дело вот просто не надо их бояться не надо бояться своей слабости ее нет и не должно быть и вот когда вот вы осознаете все эти нюансы ваше интервью даже с такими жесткими офицерами как Уля Суцкая превратятся в приятную беседу я просто получаю один за другим отзыв от моих студентов которые говорят а что говорят Суцкая такая строгая милейшая женщина очень приятно с ней разговаривать умная очень тактичная потому что вы сами себя так ведете вы ведете себя тактично корректно вы уверены в себе вы никому не нужны чтобы вас там ловить и топить потому что за это еще можно и пострадать будут жалобы и так далее вы нормально себя адекватно ведете на интервью поэтому и другой офицер и та же самая Юлия Харп она будет точно так же корректно себя вести потому что себя не уважать хамить тем людям которые интеллигентны и ведут себя с чувством собственного достоинства так оно и будет вот если вы этим всем пропитаетесь если еще раз посмотрите с самого начала этот ролик если надо еще раз если проведете со мной или с другими ребятами крупные интервью между собой как-то поможете я вас уверяю процент отказа будет минимальным он может быть только по глупости если у вас нет денег если у вас за душой черт знает что если вы неуверенный слабый человек которому кстати нечего делать в Австралии здесь вообще-то требуются бойцы вот если вы не искренний лживый человек если вы мерзавец то конечно вам будет тяжело это будет прочувствовано и вас будут бить и вы не справитесь люди которые вас будут интервьюировать гораздо психологически более подготовленные чем вы но если у вас будет уверенность если вы знаете что ваше дело правое победа будет за вами спасибо